Здравствуйте, гвардейцы и десантники! Здравия желаю, товарищи, товарищи полков! Поздравляю личный состав полка с Днём военного связиста и 71-й годовщины со дня образования части! Ура! 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 День части, который в 38-м полку традиционно отмечается 4 сентября, в этом году пришлось объединить с Днём военного связиста. В свой день рождения полк был на учениях федерального масштаба. На торжественном мероприятии, посвященном профессиональному празднику войск связи, многие военнослужащие получили награды Министерства обороны, медали и грамоты от командующего воздушно-десантными войсками и командовании части. Мы на деле доказываем, что мы достойны звания военного связиста, обеспечивая командующему штабу воздушно-десантных войск надежную связь и предоставляя должностным лицам самые современные телекоммуникационные услуги. Мы на деле доказываем, что связь учебной не бывает, а бывает только боевой. Щелковский муниципальный район – это единственный район Московской области, где расположено самое большое количество воинских частей и подразделений. И мы с особой гордостью говорим о своих взаимоотношениях с полком связи ВДВ. Мы, конечно же, сегодня, празднуя день войск связи, также говорим, что в мир высоких технологий от вас зависит практически все. В год 99-летия войск связи и 110-летия Василия Маргелова 38-й полк связи ВДВ получил подарок. Возле штаба части открыт бюст десантника номер один. Автор монумента – скульптор Наталья Никифорова, вдова и соратник известного скульптора Валерия Никифорова, который является автором всех монументальных работ на территории полка и памятников Василию Маргелову и героям-десантникам во многих городах нашей страны. Особенно знаменательно, что в этот день, в канун 110-летия моего бати, генерала армии Маргелова, на территории части открыт бюст памятник, посвященный командующему ВДВ. Он уделял большое очень внимание именно связи. Как фронтовик, как человек, знающий, что такое связь во время боевых действий, он говорил, связь должна быть надежной и постоянной. Иначе руководить боевыми действиями практически невозможно. Сегодня, наверное, будет уместно вспомнить знаменитое высказывание Василия Филипповича Маргелова о воздушно-десантных войсках и о тех, кто в них служит. ВДВ – это мужество высшего класса. Храбрость первой категории. Боевая готовность номер один. Десантник – это концентрированная воля, сильный характер и умение идти на риск. Этих ребят в голубых беретах невозможно сломать, испугать морально и физически. С ними я пойду куда угодно. Мы тоже с ними пойдем куда угодно. Сергей Дадыко, Валерий Жеглей, телерадиокомпания «Щелково». СМЕХ «Ыités». «Спирь и паchar», «Щелково». Спасибо.